Друзья, добрый день, Фатт на связи. Сегодня хочу с вами поговорить на тему, как понимать книгу Откровения, когда вы ее читаете, когда вы ее изучаете. И первое, что вам поможет, это понимание, какой подход к толкованию вам избрать. Есть подход буквальный, есть подход символический или аллегорический. Аллегорическим подходом пользовалась Александрийская школа толкования, а в противоположностей Антиохийская школа пользовалась правильным подходом, буквальным. В этом случае символизм должен быть виден из контекста, где мы видим видение, объяснение видения. А если нет видения, то надо все понимать буквально. Вот вам два примера. В 9 главе сказано, «Увидел я звезду, падшую с неба, и дан был ей ключ от колодца бездны». Она отворила колодец бездны. Явно просматривается аллегория. Она просматривается тем, что звезда не может взять и отворить ключом к колодец бездны. То есть это явно что-то другое, нежели звезда. И в данном случае на эту роль подходят ангелы. Очень часто именно ангела в Библии называют звездами. Теперь подобный случай. В предыдущей главе, Откровение 8, 10, 11, сказано, «Упала с неба большая звезда, горящий подобный светильник, упала на третью часть рек, и источники вот, и третья часть вот сделалась полынью». Вот здесь мы видим, уже нужно использовать буквальный подход, потому что нет никакой аллегории. Это явно небесное тело, оно упало и произвело какую-то природную катастрофу. Второе, что мы должны понимать, книга Откровения, она хронологична. И хронологии там явно прослеживаются от начала книги до конца. Правда, есть главы, где мы должны учитывать, что там хронологии нет, есть просто описательные главы. Они, допустим, не описывают события будущих времен, чему посвящена, собственно, книга Откровения. Они просто описывают обстоятельства, как, например, Иоанн получал видение или как он получал послание к церквям. Они не относятся к хронологии будущих времен. И вот давайте проследим по главам. Возьмем новый завет. Значит, в первой главе мы видим встреча Иоанна с воскрешим Господом. Здесь хронологии нет. Это просто обстоятельства того, как Иоанн получил свое видение. Вторая и третья главы – это послание семи церквям. Это тоже еще не видение, это тоже еще не событие будущих времен. Поэтому это тоже пока еще не хронология. Четвертая глава – обстоятельства того, как Иоанн получил свое видение, когда он услышал голос, как бы трудный, который говорит ему «Взойди сюда, я покажу тебе, чему надлежит быть вскоре после сего». Кстати, я слышал, что сторонники доскорбного восхищения используют вот этот стих, четвертой главы, первый стих, в качестве доказательства раннего восхищения. Друзья, это чисто притянутый за уши трактовка. Это как раз подход аллегорического толкования, где ты буквальные события пытаясь переначать в будущее событие, чего явно не видно из контекста, потому что здесь вообще еще не говорится о том, что описывается видение, о том, что описываются будущие времена. Просто Иоанн был взят на небеса. Вот и все, ничего не надо придумывать. Также в четвертой главе мы видим сидящего на престоле Господа. Вокруг него 24 старца и 4 животных, которые поклоняются и восклицают словословие Господу. Затем пятая глава. Это тоже еще пока не хронология. Это все еще подготовка к тому, что нам покажут в будущие времена. Потому что мы видим, что у сидящего на престоле Отца появляется свиток с семью печатями. И никто не может их раскрыть, кроме Агнеца Заклонова. Агнец Заклонный берет эту книгу. Ему передается эта книга. И вот шестая глава как раз начинает нам показывать будущие времена, потому что здесь Агнец начинает открывать одну за другой семь печатей книги Откровения. И вот эти все будущие времена, которые нас интересуют, фактически открываются после снятия всех семи печатей вот этого свитка, который в руке теперь у Агнца. И, кстати говоря, шесть из семи печатей открываются именно в шестой главе книги Откровения. И эти шесть печатей – это признаки пришествия Господа Иисуса Христа. То есть мы должны понимать, что шесть печатей мы застанем на земле. Это те события, которые мы увидим. И вот эти все шесть событий, которые следуют после открытия шести печатей книги Откровения, они соответствуют по хронологии шести признакам пришествия Господа, которые сам Господь перечисляет в 24 главе Матфея, когда он на Иллионской горе учит своих учеников будущим событиям. Заканчивается она тем, что шестая печать показывает нам небесные знамения, предшественник, пришествие Господа, воскрешение мертвых, восхищение Церкви. Мы знаем, что после этого придет Господь, будет восхищение, но книга Откровения нам не показывает восхищение Церкви. Однако же после снятия шестой печати нам объявляется, что пришел великий день гнева, Агнца. И мы знаем, что гнев изольется в тот же день, когда Господь явится. Он сам говорит это в 17 главе от Луки. Так будет в тот день, когда Сын Человеческий явится. То есть, получается, когда Он явится за святыми, когда Он соберет избранных своих от четырех ветров, и они взлетят к Нему, соберет это ипису нагодно, собрать наверх означает, то в тот же день Он и зальет гнев. И получается, что у нас совпадают все события. Последние знамения, воскрешение праведников, и объявляется гнев Агнца в конце шестой главы книги Откровения, потому что мы сейчас исследуем пока шестую главу книги Откровения. Это там, где началась хронология. Нас интересует хронология событий. Неправильно считать, будто бы семь трупов означает то же самое, что и семь чаш, и семь печати. Нет, это неправильно. Семь печати открывают нам все события, а вот седьмая печать открывает нам семь труп книги Откровения, в то время как седьмая труба открывает нам семь чаш. И семь труп книги Откровения это является гневом Божьим, который произойдет после восхищения Церкви. Седьмая труба включает в себя семь чаш. Это то, чем заканчивалась ярость Божья. То, чем заканчивается гнев Божий. Итак, шесть печатей это признаки пришествия, после чего наступает пришествие. Оно нам не показано, потому что книга Откровения посвящена в принципе гневу Божьему. Это больше указание на гнев Божий. Это событие, когда нас уже на земле не будет, мы будем восхищены. Я возвращаюсь теперь в шестую главу и прочитаю еще раз последний стих. Ибо пришел великий день гнева его. Это гнев Агонца, до этого сказано. И кто может устоять? Седьмая глава открывает нам людей, которые на земле и на небе, которые принадлежат Богу. 144 тысяч их запечатывают, чтобы гнев не коснулся их. И после этого, с девятого стиха и до конца седьмой главы нам показаны восхищенные от скорби, которые пришли от великой скорби. Что тоже согласуется с нашим пониманием восхищения церкви, которое произойдет после великой скорби для церкви и перед великой скорби для мира. Великая скорбь для церкви была в виде гонений, преследования верующих, а великая скорбь для мира будет в виде гнева Агонца. И восьмая глава показывает нам, что на небе сделалось безмолвие, как бы на полчаса, и одна за другой, трубят первые четыре трубы откровений, происходят четыре катастрофических события. Фактически это суд огнем. Как Петр говорит, «Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда к погибели нечестивых людей». И таким образом, вот эти четыре первые трубы откровения, это как раз описание того, что сказал Петр. Это суд огня. Я на этом останавливаться не буду. И после окончания вот этого гнева четырех труб, мы читаем, «И слышал одного ангела, летящего посреди неба, говорящего громким голосом, горе, 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 живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Эти три оставшиеся трубы, которые протрубят, это пятая, шестая и седьмая, названы первым, вторым и третьим горем. И вот девятая глава начинается с того, что протрубил пятый ангел. Здесь и даже включенный шестой ангел, который протрубил. И когда протрубил пятый ангел, здесь вот саранча жарила людей пять месяцев, и сказано в 12 стихе, «Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя». И когда шестой ангел устребил, здесь нам показано, можно сказать, одномоментное истребление, за один час погибнет третья часть человечества. Сказано, это приготовленные на час, на день, на месяц, на год, вот эти ангелы, чтобы мертвить третью часть людей. Число войска было дветьми тем, то есть 200 миллионов человек будут сражаться, и явно будут ядерные ракеты использованы, потому что описание ядерной ракеты явно прослеживается, видение вот этих вот коней, которые имели брони огненные, геноцинтовые, и изо рта у них был огонь, дым и серо. Это инверсионный след ракеты. И сказано, головами они вредили. То есть это явные боеголовки, и инверсионный след тоже описывается. Но здесь не сказано, сразу же не сказано, что второе горе прошло, хотя по логике мы должны были прочитать, что второе горе прошло. Оно будет упомянуто позже. Почему? Чтобы увязать события второго горя, когда именно оно произойдет. Оно произойдет в конце седмины. Вот почему сейчас это чисто математически. Господь прочитал, когда именно сказать, что второе горе прошло. И мы должны это отметить, что это не случайно. В конце девятой главы нам не сказано, что второе горе прошло. Оно будет сказано несколько глав позже. Десятая глава. Это не хронология. Делается такой перерыв. И просто нам показывается ангел, который возвещает. Он стоит, значит, одной ногой на море, одной на земле, и возвещает, что времени уже скоро не будет, и совершится тайна после того, как протрубит седьмая труба. А мы понимаем, что шесть-то труб протрубили, и вот перед этой трубой, которая протрубит, ангел делает важное предвозвещение, что откроется тайна, и времени для этого миропорядка больше не будет. То есть не самого времени, потому что время-то будет продолжаться, и даже на новой земле будет продолжаться время, там сказано, изо дня в день будет приходить на поклонение, сказано в книге Исаии, и днем и ночью запираться не будут ворота Нового Иерусалима. Указать на то, что время будет все-таки. Значит, речь идет не просто о времени, о сущности, а о том, что времени вот этого миропорядка больше не будет. Вот о чем говорит ангел в десятой главе книги Откровений, которая еще пока не является хронологией событий будущих времен. Одиннадцатая глава, двенадцатый, тринадцатый. Теперь смотрите, очень важно алгоритм понимания книги Откровения это понимание, что означает одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый глава. Они вроде бы хронологичны, но они не показывают события, которые произойдут после шестой трубы, которая уже описана в девятой главе книги Откровения. Казалось бы, должна уже сейчас открыться седьмая труба, протрубить седьмая труба, но она не трубит. И в одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой главе нам показываются события, которые ожидают три группы людей во вторую половину седмины. Во вторую половину седмины. Это в одиннадцатой главе нам показываются два пророка, и как раз указывается это время, что они будут служить 1260 дней. В двенадцатой главе нам показываются Израиль, или вот эти 144 тысячи, это те же самые 144 тысячи, которые будут укрываемы в горах, на время скорби для язычников и на время скорби для церкви, то есть на время всех гонений и гнева, потому что вся вторая половина это совокупная скорбь в начале церкви, а потом язычников, которая разделена восхищением церкви. И здесь тоже нам указывается 1260 дней. В тринадцатой главе нам показано, что будет с антихристом и лжепророком в течение второй половины седмины. И здесь тоже указывается, например, 42 месяца. До нам была власть 42 месяца. Это тоже три с половиной года или 1260 дней. Получается, что одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой главы нам показывают попеременно один и тот же промежуток времени, в котором проживут три разные группы людей. Два пророка, Израиль, антихрист, лжепророк. Почему нам не показана церковь в этот период? Потому что церковь где-то в промежуток между серединой и концом седмины восхитится. Восхитится. И вот смотрите, возвращаясь к одиннадцатой главе, которая описывает события для двух пророков, которые будут пророчествовать. Они вначале будут пророчествовать во время скорби. Они переживут восхищение, они не будут восхищены. Они останутся на миссию. В отличие от всей церкви, эти христиане, это будут христиане, они имеют свидетельство Иисуса Христа, потому что они останутся на период гнева. И они будут тоже охраняемы Богом. И в конце семилетнего периода они будут убиты. Сказано, когда они закончат пророчество свое. Давайте прочитаем. Третий стих и дам двум свидетелям и они будут пророчествовать 1260 дней. Седьмой стих «Они закончат свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сродится с ними и убьет их». Четырнадцатый стих, смотрите, вот теперь и сказано «Второе горе прошло». Видите, убили их в окончании седмины. Только здесь сказано, что второе горе прошло. Что такое второе горе? Это шестая труба книги «Откровения». Значит, шестая труба протрубит до окончания седмины. И после этого второе горе прошло и понятно, логично ожидать седьмую трубу. И сразу сказано, вот идет скоро третье горе. Что такое третье горе? Это седьмая труба. И в то же время это семь чаш, потому что седьмая труба представляет семь чаш книги «Откровения». Вот что такое седьмая труба. И вот снова прочитаю. Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе Это после того, как пророки убиты на 1260 день И дальше, и седьмой, ангел вострубил Вот здесь он вострубил И теперь давайте пойдемте посмотрим, где же нам показаны вот эти чаши 14 глава нам показывает Иисуса Христа, который уже на земле Получается, в конце седмины, по окончании седмины Иисус стоит на земле Вот здесь как раз исполнится пророчество Закарии Станут его ноги в тот день на горе Леонской Он опустится на землю и он придет за остатком Израиля, который будет скрываться в Иордании То есть это отдельная тема, о ней сегодня не будем говорить Вот кроме того, что в 14 главе мы видим Иисуса Христа, который стоит на горе Сион И с ним 144 тысячи, видите, он к ним пришел Также нам показывают трехангельскую весть, так называемую Три ангелы летят по небу и возвещают, что покайтесь, ибо пришел час Судаеву Если бедствия шести труб откровения названы днем гнева, то бедствия семи чаш откровения названы Часом Суда, то есть они очень быстро произойдут, произойдут после седмины в течение 30 дней Даниил говорит, со времени поставления мерзости допустения пройдет 1290 дней А с момента осквернения до конца седмины 1260 дней Производим вычитание, получаем, что вот эта седьмая труба или семь чаш откровений зальются в течение 30 дней 1290, а дня 1260 – вот это время, когда и зальются чаши откровения Такое можно понять только вот в этой правильной предгневной трактовке книги откровения, Евангелия от Матфея И, кстати, попутно сразу напомню, что Даниил говорит, облаженный свят, который желает и достигнет 1335 дней Делаем вычитание, этих 1290, получаем еще 35 дней Вот эти 35 дней – это описание Суда, когда Господь приведет выживших людей после гнева А останется их не очень много Об этом говорит пророк Исаия Земля сожжена, и немного осталось людей Но немного – это все равно толпы-толпы в долине Суда, говорит пророк Иаил В долине Иосафата Господь произведет над ними суд Долина будет очень большой, потому что перед тем, как это все произойдет, случится землетрясение Сказано, гора Илеонская, она раздвинется весьма большой долиной Так что все на ней поместятся География изменится, сам Иерусалим будет приподнят И в тысячелетнем царстве он будет высоко стоять на горе Вот такие произойдут географические изменения в Израиле И вот мы смотрим, что в 14 главе возвещается, что сейчас изолятся вот эти чаши И мы видим, что в 15 главе выносятся вот эти чаши То есть объявляется, что жатва созрела И вот теперь хронология возобновляется С началом излияния чаш откровений, чем заканчивается уже ярость Божия Они изливаются очень быстро, в течение 30 дней И хронология у нас приостановилась в 9 главе Где у нас закончилась вот эта мировая война За один час была истреблена одна треть людей, живущих на земле При помощи ядерного оружия, тоже описанного здесь Потом она, значит, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Это еще не возобновление хронологии То есть хронология после 9 главы возобновляется в 16 главе Вот это вам ключи для понимания и для изучения книги Откровения Потому что 6 труб протрубили, мы ждем 7, где же 7? 7 протрубила, она в свою очередь открывает события 7 чаш откровения Вот почему после 9, только в 16 возобновляется хронология И мы видим, что здесь одной за другим изливаются чаши откровений Причем учтите, что армагеддонское сражение описано у нас в 6 чаше откровений Если мы вспомним, что 7 чаш откровений выходят за пределы Седмины И произойдут в 30-дневный промежуток О чем говорит пророк Даниил То армагеддон произойдет, получается, за пределами Седмины И в самом конце 30-дневного вот этого периода Толкователи Библии, которые имеют такую же точку зрения, что и я Предгневная теория восхищения Они называют вот этот 30-дневный период рекламационный период Этот период, когда Господь, стоящий уже на земле Востребует царство вот этими чашами, излияниями чаш И окончательно власть Антихриста будет разрушена Чем она будет разрушена? С семью чашами Шестая из которых – армагеддонское сражение Где сам Господь будет воевать с ними и победит их То есть, если шестая труба – это мировая война Где люди сражаются с людьми То армагеддонское сражение – это не шестая труба откровения Это шестая чаша откровения Это когда Господь сражается с людьми Ну вот, этим заканчивается у нас миропорядок И что нам показывает семнадцатая глава? И семнадцатая глава, она вне строгой хронологии Она говорит нам о судьбе религии, которая ждет Или миропорядка То есть, разные толкования вот этого Вавилона Описывают нам судьбу Вавилона Вавилон – это горд, и в то же время это какая-то блудница Я на этом останавливаться не буду Значит, восемнадцатая глава, она тоже вне хронологии Она говорит о падении Вавилона Горд роскоши и всемирной торговли Девятнадцатая глава – это проигравший армагеддон Лжепророки Антикой сброшенного в озеро Огнено Это конец тридцати дней после Седмины Вот, хронология у нас заканчивается в девятнадцатой главе Двадцатая глава – это продолжение хронологии Говорит об усыновлении тысячелетнего царства Много раз нам говорится о тысячелетнем царстве Тысячелетнее царство заканчивается последним бунтом людей Когда сатана будет отпущен из бездны И пойдет обольщать людей И здесь уже Господь не будет с ними сражаться Просто огонь спадет с неба и поживет их И после этого мы видим в той же двадцатой главе Суд у Белого престола То есть это воскресенье уже, второе воскресенье То есть не будет второго воскресенья для праведников Второе воскресенье – это для неправедников Поэтому теория доскорбного восхищения Она говорит, что будет два воскресенья Одно для верных, а другое для отступников Которые во время скорби покаются Это все придумано, это не имеет никаких доказательств в Библии Ни одного стиха, подтверждающего эту теорию, нет в Писании Это все высосано из пальца Из пальца Дарби, из пальца Эдварда Ирвинга Об этом я, кстати, уже рассказывал Посмотрите мой ролик И вот двадцатая глава показывает этот суд Что те, кто не был найден в книге жизни Был брошен в озеро Овненное Двадцать первая, двадцатая глава Показывает нам Новый Иерусалим Сходящий с неба от Бога И мы видим, что новая земля, новые небеса И город Иерусалим, стоящий на новой земле Вот, в общем-то, и все Если вы используете те понимания, с которыми я поделился Вы убедитесь, что вы начнете очень легко понимать книгу Откровения Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok